Всем привет! Сегодня у нас на обзоре такая вот посылочка. Я уже протестировал содержимое этой посылочки. Просто хотел показать вам, как все было отлично упаковано. Вот в такую вот коробочку и еще вот в такую вот обычную посылочную упаковочку. И внутри этого всего у нас находится вот такая вот коробочка с наушниками WaiFan XBuds Lite. Вот такие вот наушники. Это типа бюджетные наушники. Вот это вот производитель. В принципе цена у них разнится не сильно. Вот эти наушники стоят 27 долларов, а самые дорогие стоят примерно 33 доллара. Вот такая вот достаточно неплохая коробочка. Здесь написаны фишки этих наушников. Это 7 часов работы аккумулятора, то что есть защита IPX5, то есть защита от брызг и всякое такое. Вот, ну коробочка неплохая. Давайте откроем эту коробочку. Внутри у нас надпись WaiFan и вот так вот она еще открывается. И внутри нас сразу же встречают наушники. Это у нас первый, так сказать, отсек. Вот наушники. Дальше у нас есть еще отсек. И там у нас находится вот такой вот чехол и всякая неинтересная макулатура. И вот такой вот чехол к наушникам с надписью WaiFan. Давайте посмотрим, что находится внутри. Внутри микро-USB кабель и просто куча сменных амбишур. Вот здесь вот две пары и вот здесь вот три пары вот таких вот красивеньких на цвет амбишур. Ну, чехол приятный достаточно. Вот сюда можем вставлять всякие амбишуры и сюда наушники. Прикольный чехол. Вот так вот они выглядят, эти наушники. По внешнему виду они мне не очень нравятся. Выглядят очень дешево. Вот эти вот пластики на ощупь. И вот по виду они очень дешевые. Вот этот вот тоненький лапшевитный кабель. По виду мне они не нравятся. У меня есть наушнички от Xiaomi спортивные. И, ну вот, мне они нравятся больше. Здесь как-то все выглядит круче на ощупь. Хоть здесь тоже такой тоненький кабель, но все-таки мне больше нравится Xiaomi по внешнему виду. Что касается управления. Здесь у нас есть клавиши включения-выключения, также play, pause. И вот такие вот привычные клавиши громкости или переключения следующего трека. Также снизу есть микро-USB разъем. На этом наушнике ничего нету. Кстати, нету никакого здесь вот пультика, что, на мой взгляд, не особый минус. Можно все переключать здесь. Это достаточно удобно. Главный вопрос, как же играют эти наушники? После того, как я их увидел, я думаю, что они будут играть совершенно ужасно. Но на деле они играют хуже, конечно же, чем наушники от Xiaomi. Но у них есть и свои плюсы. Это громкость. Они играют громче, чем Xiaomi. Это шумоподавление. Просто отличное шумоподавление. Если вы там в зале тренируетесь или бегаете, вы просто ничего не будете слышать. В этом плане они отличные. Также очень понравилось, как они сидят в ушах. Совершенно не выпадают. Xiaomi тоже не выпадают. Но вот эти просто железобетонные у вас в ушах сядут. И хоть что вы делаете, они не выпадут. Но именно по качеству звучания, по частоте и по всему они проигрывают наушникам от Xiaomi. Они более так чисто играют. И в этом плане Xiaomi мне нравится больше. Что касается аккумулятора. Заявлено 7 часов. У меня они проработали примерно 6 часов. Даже чуть-чуть поменьше. При не самой высокой громкости. Ну, для беспроводных наушников неплохой результат. Что касается цены, 27 долларов. Наушники от Xiaomi стоят ненамного дороже. Вот такой вот обзор на наушники от Wayfan у нас был. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, интересны ли вам обзоры на наушники, на беспроводные. Так как они сейчас в тренде. Вообще, пишите, на что вы хотите обзоры. Скидывайте ссылки где-нибудь в ВКонтакте. И везде дальше будет конкурс. Всем спасибо. Всем пока.